В 6-м глобальном бакинском форуме, организованном Международным центром Низами Ганжави, при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, принимают участие президенты, премьер-министры и министры иностранных дел более 10 стран, в их числе президент Албании Иллирмета, президент Македонии Георгий Иванов, президент Молдовы Игорь Дадон, член президиума Боснии Герцеговины Младен Иванич, премьер-министр Турции Бенали Илдеры, министр иностранных дел Мевлю Чавшоулу, вице-премьер Палестины Зиад Абу Амур, заместитель главы правительства Боснии Герцеговины Мирка Сарович, вице-премьер Румынии Анна Бирчал. Помимо этого в форуме участвуют бывшие главы государств и правительств, являющиеся членами Международного центра Низами Ганжави, руководители международных организаций, известные общественно-политические деятели, ученые. В общей сложности более 500 деликатов, представляющих 52 страны. На форуме будут обсуждены вопросы мира и безопасности на Ближнем Востоке, нынешняя геополитическая ситуация в Балканском регионе, растущая роль молодежи в общественной и политической жизни в современном мире и другие темы. Сопредседатель Международного центра Низами Ганжави Смел Саригельдин сказал, что этот форум, превратившийся уже в традицию, очень значим с точки зрения обсуждения важных вопросов современности и передал слово президенту Ильхам Алиеву. Глава государства подчеркнул значение Международного форума Низами Ганжави, уже ставшего Международным институтом, сказал, что подтверждением тому является число и состав гостей, присутствующих на этом мероприятии. Напомнив, что в последние годы Баку успешно принимает множество международных мероприятий, президент Ильхам Алиев отметил, что все народы живут в нашей стране в условиях мира и дружбы, а создание инклюзивных обществ – важный вопрос для всего мира. Глава государства также довел до внимания, что Армения оккупировала 20% территории Азербайджана. Более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Что страна-агрессор, совершившая хоть жалинский геноцид, до сих пор не выполнила резолюции, принятые международными организациями для разрешения конфликта. Статус-кво неприемлем, и это не может продолжаться, заявил президент Ильхам Алиев, добавив, что страны-сопредседатели также выступают с этой позиции. Несмотря на существующий конфликт, Азербайджан развивается, и это развитие отражается в жизни наших граждан в облике городов, сказал глава государства. Отметил, что в стране достигнуты значительные успехи в искоренении нищеты и безработицы. Говоря о том, что наше экономическое развитие позволяет нам проводить независимую внешнюю политику, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что многие международные рейтинги высоко оценивают показатели республики. Сказал, что наша страна вносит вклад в развитие регионального сотрудничества, а отношения между Азербайджаном, Грузией и Турцией способствуют осуществлению многих глобальных проектов. Уже реализуется проект «Южный газовый коридор», объединяющий семь стран и инвестиции, которые составили 40 миллиардов долларов. Близится к завершению реализация проекта ТАНАП, служащего укреплению энергетической безопасности, а историческим событиям в прошлом году стало открытие железной дороги по Кутбилиси-Карс, которая вызывает достаточно большой интерес. Отметив, что Азербайджан играет стабилизирующую роль в регионе, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что политика нашей страны служит взаимной поддержке, стабильности и предсказуемости. Напомним, что в этом году исполняется 100 лет образования Азербайджанской демократической республики, глава государства сказал, что основатели республики возгордились бы, увидев сегодняшнее развитие Азербайджана. Потому что сегодня у современного Азербайджана есть ясные планы на будущее. Премьер-министр Турции Бен Али Илдарем отметил, что внимательно наблюдает за деятельностью Международного центра Низами Ганджави. Подчеркнул значение работы этого форума. Коснувшись темы нынешнего мероприятия, он отметил важность общих усилий в решении вопросов сосуществования обществ, устранения глобальных угроз и в разрешении других подобных проблем. Призвал ООН быть еще более активной в этой сфере. Он заявил, что длящийся годами Нагорно-Карабахский конфликт является серьезной угрозой региональной безопасности. Отметил необходимость выполнения решений, принятых международными организациями по поводу этого конфликта. Затем посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари зачитал обращение президента Италии Серджио Моторелле. Шредичайный полномочный посол Соединенного Королевства в Азербайджане Кэрол Крофт зачитал обращение премьер-министра Великобритании Терезе Мэй. А сопредседатель Международного центра Низами Исмаил Срагильдин зачитал обращение Папы Римского Франциска. Письмо премьер-министра Румынии Виорике Денчеле зачитала вице-премьер этой страны Анна Бирчел. Затем резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исак-Заи зачитал обращение генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша к участникам форума. Отметил в своем выступлении, что ряда участников форума ширится из года в год. Экс-президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Генджави Вайра Вики Фрейберга выразила уверенность, что обсуждения, связанные с нынешней темой, устранение различий для создания инклюзивных обществ, будут эффективными. Затем состоялась церемония вручения международных наград, учрежденных Международным центром Низами Генджави. За роль в реализации глобальных проектов, связанных с развитием науки, образования и культуры, первый вице-президент Азербайджанской республики Мирибан Алиева удостоена награды Международного центра Низами Генджави. Выразив благодарность за вручение этой награды, первый вице-президент Азербайджана подчеркнул значение деятельности центра, поощряющего мир на международном уровне. Отметив, что на протяжении веков наша страна является местом сосуществования представителей различных наций, Мирибан Алиева сказала, что это – пример отличия нашего народа. Охарактеризовав эту награду и как оценку деятельности фонда Гейдара Алиева, Мирибан Алиева довела до внимания, что по сегодняшний день фонд реализовал множество проектов в различных сферах. Она высоко оценила заслуги Исмела Асера Гильдина и Вары Вики Фрейберге в деятельности Международного центра Низами Генджави. Было объявлено, что король Иордания Абдулла II удостоен награды за вклад в международный мир и стабильность. Иорданский принц Раад бин Заед отметил, что эта награда имеет большое значение для короля Абдуллы II. Выразил от его имени благодарность. Акцентировав внимание на развитие связи между его страной и Азербайджаном, гость отметил динамичное развитие нашей республики. Посол доброй воли ЮНЕСКО, президент Ассоциации Эльпиды Мариана Вардинаянис, была награждена за вклад в развитие гуманитарной сферы и культуры. Выразив удовлетворение тем, что достойна награды Международного центра Низами Генджави, она сказала, что президент Ильхам Алиев вносит значительный вклад в поощрение мира и диалога между странами. Гостья сообщила об эффективном сотрудничестве с фондом Гейдара Алиева, возглавляемым первым вице-президентом Азербайджана Мирибан Алиевой. Затем состоялась церемония вручения орденов до слух. Президент Ильхам Алиев сообщил, что в декабре минувшего года посол доброй воли ЮНЕСКО, президент Ассоциации Эльпиды Мариана Вардинаянис, удостоена ордена до слух за заслуги в развитии дружественных связей между народами Азербайджана и Греции. Глава государства коснулся высокой оценки деятельности Марианы Вардинаянис в пропаганде общечеловеческих ценностей и вручил ей орден. Гостья сказала, что гордится вручением ей этой награды. Выразив главе нашего государства благодарность за орден до слух, Мариана Вардинаянис сказала, что деятельность президента Ильхама Алиева и первой леди Мирибана Алиевой по укреплению международного сотрудничества вызывает большой интерес. Она высоко оценила поддержку Мирибана Алиевой международным проектом. Президент Международной тюркской академии Дархан Кадра Алиу, достойный ордена до слух за заслуги в развитии дружественных связей между народами Азербайджана и Казахстана, отметил, что наша страна является для всего мира прекрасным примером толерантности. Сообщил, что они работают над различными книгами об истории и культуре Азербайджана, о деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева. Дархан Кадра Алиев желал главе нашего государства успехов в президентских выборах и поздравил по случаю праздника Новрос. Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан высоко ценит деятельность Дархана Кадра Али по укреплению сотрудничества тюркоязычных стран и вручил ему орден до слух.